Волшебные звуки флейты Конкурс в Чехии существует уже много лет, но Катя участвует в нем впервые. Информацию о фестивале нашла всего за два месяца через интернет. Вопроса, что играть, не стояло. Сольная программа уже была готова. На фестиваль юная флейтистка ездила с мамой. Кстати, Светлана Станиславовна не только заботливая мама, но и талантливый педагог. Она преподает в этой же школе духовые инструменты и всегда помогает Кате в подготовке к музыкальным соревнованиям. На конкурсе мы приобрели очень много положительных эмоций и хотелось бы в следующем году также подготовиться и поехать на такой же конкурс. А это еще один воспитание к детской школе искусств. Вот только играет он не на флейте, а на кларнете. У Володи Ершова свой музыкальный элимп. Первое место в международном конкурсе «Нарвская весна» в Таллине. Причем участвовал мальчик сразу в двух номинациях – сольное исполнение и игра с оркестром. Для Володи это первая серьезная победа – результат года музыкальных тренировок. Было страшно, потому что жюри – незнакомое место, вообще другая страна. Потом было немного неприятно на сцене. Как вот, допустим, обычно выходишь на конкурсах в Череповце, где-то тут, да, не так вот, по-другому было все. Ребята в один голос уверяют – не было бы победы без любимого преподавателя. Она же в таланте своих учеников не сомневается. Очень много, значит, во-первых, желания самих ребят, потому что заниматься для конкурса нужно гораздо больше, чем заниматься просто для себя. Ну, это, наверное, основной принцип. За плечами Кати и Вовы уже не один конкурс. Пока ребята еще не решили, поедут ли вновь в Прагу и Таллин. Но одно они знают точно – на достигнутом останавливаться нельзя.